Как он сам сказал, его позвали посмотреть весь этот проект, но, разумеется, чего-то интересного тут сказать нельзя, разумеется, не заходя на данный проект, а заходить я на него не буду, останусь жив, да и он, в общем-то, никуда, там, пока что. С этим есть отдельная тема, вот там, со скинами. День, четверг, ну, вроде как, уже более-менее конец попсового обывательского GTA, сам ютубер, он поднялся, и сейчас он где-то там на Олимпе. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании. Да неужели, вот неужели я в очередной раз ошибся, и мне придется признавать свои какие-то ошибки, свои вот эти вот проблемы, свои недочеты, которые я, возможно, допустил при создании своего очередного видеоролика, который должен был выйти в 20.00, а вышел немного попозже, но, не важно. Давайте поговорим обо всем по порядку. Не так давно у меня вышел видеоролик, который там был о Redfire, это дочерний проект Revent RP, то есть это от тех же разработчиков, то есть все то же самое, только теперь это GTA Samp, но вот GTA Samp что-то наподобие Arizona RP. То есть у Arizona RP у них есть свой лаунчер для GTA Samp, куда подгружаются все вот эти вот, знаете, модельки, текстуры, там, я не знаю, скины и все прочее. Об этом мы, кстати, поговорим немного попозже, потому что с этим есть отдельная тема, вот там со скинами, со всеми прочими вещами, с отношением человека вообще к своему вот серверу. В общем, об этом мы поговорим немного попозже. Я там сказал, мол, то, что, ну, они как-то закрылись там на доработку, на переработку, там, потому что чуваки не могли скачать какой-то вот этот вот весь лаунчер, там, как-то то ли не закачивал все это, то ли закачивал, ну, что-то там какие-то у них, в общем-то, проблемы со всем этим были. И, разумеется, открытие они тогда перенесли, и вот, какого-то, по-моему, то ли 26-го числа, то ли еще какого-то такого вот подобного числа, они переоткрылись в, по-моему, 17.00, заняли там с первых нескольких минут все 900 слотов, которые у них были, они были забиты. И, то есть, людям буквально пришлось туда пробиваться для того, чтобы посмотреть, что вообще получилось из всего этого Redfire, потому что его и Данил Геррай рекламировал, который до этого, как бы, снимал на Revent Roleplay, и у него там какая-то аудитория, возможно, от всех вот этих вот чуваков с Revent RP осталась. Как он сам сказал, его позвали посмотреть весь этот проект, ну, разумеется, позвали, так, знаете, за деньги, чтобы он все это рекламировал, чтобы все было круто, классно, и вообще, это такое, знаете, было некоторое возрождение обзоров Данила Геррера, потому что, ну, он же, знаете, вот он прославился тем, что вот у него постоянно были вот эти вот все обзоры, обзоры на сервера, там же он заработал своих первых друзей, первые какие-то, возможно, связи в GTA Sampe, и дальше вот по карьерной лестнице вот этого всего попсового, обывательского GTA Sampe ютубера он поднялся, и сейчас он где-то там на Олимпе проживает, вот, тянется к своим 100 тысячам подписчиков, скоро я более чем уверен у него получится вот дойти до своей вот этой вот цели, чем я его и поздравлю, думаю, что я к этому моменту еще останусь жив, да и он, в общем-то, никуда там пока что умирать не собирается. Вы знаете, когда вот проекты закрываются на доработку, на переработку, на все прочее, я всегда говорю, что, мол, ну, это, это не хороший знак, это не хороший признак вообще, а если они закрываются на долгую доработку, то тут вообще можно сказать, что проект уже, в общем-то, и не откроется. Даже если он и откроется, то про него уже давным-давно все забыли, давным-давно на этот самый проект всем, в общем-то, похуй, и ничего такого интересного он из себя представить более не может, потому что, ну, вот, что-то там был, какой-то ажиотаж было там, еще что-то, ко всем этим фишкам, ко всем этим функциям, ко всему прочему, вот, все это было, и потом это как-то вот все успокоилось. И, в общем-то, сейчас, когда я озвучиваю данный видеоролик, у нас 27 августа, четверг, и онлайн после всего этого открытия, в такой, знаете, обычный день, четверг, ну, вроде как, уже более-менее конец вот этой вот всей рабочей недели, да и какая рабочая неделя, если тут, скажем, прямо играют на этом сервере не совсем люди, которые ходят на работу, возможно, они входят в школу, или там, ходят в какой-нибудь колледж, возможно, в университет некоторые, да, и, в общем-то, в свободное время любят, так знаете, зайти, поиграть, все это сделать. Так вот, вот в этот вот самый будний день, уже приближающийся к выходным, онлайн составляет через один, буквально, день после открытия, составляет около 500 человек из 900. Хорошо это или плохо, но, если посмотреть на тот онлайн, который был на ReventRP, и посмотреть сейчас на Redfire, причем я более чем уверен, что там сейчас включены какие-нибудь акции, по типу, там, 2XXP, или, там, 3XDonat, или, там, я не знаю, 2, 1, 3, 4, 5XDonat, в общем-то, какие-то акции, там, ну, скорее всего, точно включены, и онлайн, он, в общем-то, держится. Однако, потом, через, возможно, недельку, возможно, через месяц, помените мои слова, а люди уже все изведают, люди, там, словят все вот эти вот бизнесы, за которыми они на этот самый проект приходили, и онлайн начнет неуклонно падать вниз. Разумеется, если чуваки вовремя возьмутся за голову, вот эти вот все создатели, разработчики, все прочие чуваки, и доход, полученный с доната на данном проекте, пойдет на ютуберов, разумеется, не на Вертеича, потому что Вертеич уже, знаете ли, не особо оправдал свои ожидания, как, наверное, говорят сами разработчики всего этого проекта. Если пойду на каких-то мелких ютуберов, возможно, средних ютуберов, можно, и так, знаете, уже крупняк будет взять, если курс будет именно вот такой вот на развитие, на рекламу, на все прочее, то тогда уже можно будет, ну, над чем-то, так, знаете, более-менее задуматься, да и вообще, ну, прикинуть, что, как, куда выйдет. А пока что, ну, поживем, увидим, все-таки один день прошел после открытия, чего-то интересного тут сказать нельзя, разумеется, не заходя на данный проект, а заходить я на него не буду, зачем, это просто обывательский вот такой вот взгляд, который я вижу, да и вообще много всего. Еще могу добавить то, что создатель вот этого самого Redfire, он такой, знаете, очень плохо относится к критике своего проекта, потому что, ну, что-то такое, вот Данил Геррера, знаете, подал идею того, что, мол, скины какие-то хуевые, другие чуваки там с этого самого комьюнити Redfire все это подхватили, начали там писать, мол, ну, исправьте, ну, скины ж реально говно, и, в общем-то, их там уже забанили. Но, как я уже, наверное, и говорил чувакам, которые предоставляли мне всю эту информацию, человек, вот этот вот разработчик, там, создатель и так далее, это ж его все-таки проект, он имеет право забанить там кого угодно, и ничего вы, к сожалению, с этим не поделаете, и я, наверное, его в этом не то что поддерживаю, скорее, я его тут даже понимаю, когда ты вот долгое время все это разрабатываешь, а потом тебе говорят, мол, то что, да нет, да это все говно, да какие скины, да что ты там вообще такое делаешь, тут-то все и становится понятно. Однако, ладно, я играл и снимал и снимаю на проекте Arizona Rollieplay Phoenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика, там же находится мой промокод nootoxic54, и там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, там вот есть много всякой интересной и полезной для вас информации. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика и остальных вещей, всем, разумеется, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok